Всех рад приветствовать! Сегодня мы поговорим о моих хобби, о моей страсти, о моих увлечениях, каким образом я умудрился сделать из своей хобби большой такой, большой инструмент управления своей собственной жизнью, как через свои хобби я нахожу энергию для того, чтобы созидать, как я через хобби нахожу энергию для того, чтобы преодолевать какие-то барьеры, справляться с какими-то стрессами, трудностями, с нервочком, который рано или поздно накрывает нас всех. Не будем затягивать. Начинаем. Я сейчас перечислю небольшое количество хобби, но мои друзья знают, мои родственники, близкие, что я такой, я человек, я любитель, большой любитель хобби, я люблю собирать определенные коллекции. В моей жизни есть большая коллекция курительных трубок, и я считаю, что это самое такое мое любимое хобби, оно мне принесло больше всего удовольствия. К сожалению, по правилам YouTube я не смогу вам показать свою коллекцию. Вставлю небольшую картинку и сделаю ссылку на статью, где редактор ведомостей пошла просто поперек системы и сделала статью именно моей коллекции, почему я их люблю и как сильно трубки на самом деле мне помогли уравновесить мою жизнь, убрали определенную суету. И вообще у меня все хобби, они являются неким инструментом для того, чтобы я уравновесил и что-то изменил в своей жизни через удовольствие. Удовольствие, это тоже важно. Есть хобби, которые у меня не зашли, например, да, мотоциклы. Классная штука, безумная, все интересное, но в конце концов я об этом расскажу сегодня в видео, но как бы я от них отказался, потому что причина этого хобби была скорее коллекционная, а, ну, как я уже говорил в одном из своих видео, я не готов был как бы примириться с тем, что дает мотоцикл. У меня есть хобби, это какие-то там, скажем так, холодное оружие, да, я в этом разбираюсь, я люблю затачивать, я занимаюсь различного рода всякими штучками, там, типа, спортивной заточкой ножей и т.д. и т.п., да, то есть расскажу тоже подробно, почему и как это помогает мне в жизни. Я играю на варганах, у меня, наверное, достаточно неплохая коллекция варганов собрана, я учился этому в школе варганной игры, занимался всяческими парилками, электронными сигаретами, когда еще никто, и это не было вообще масс-маркетом, это был такой эксклюзив, когда ты шел по улице и парил, на тебя смотрели как на совершенно умалишенного, сейчас смотрю как просто на там придурка, но я и не парю сейчас, не суть. Соответственно, психология, есть несколько хобби, о которых я говорить не буду по своим собственным причинам, да, есть там лангборды, такой более активный образ жизни, скейты, моноколесо, вот сейчас скетчинг. На самом деле хобби значительно больше, музыкальные инструменты различные, но этнические, там типа колимба, ну это кахоны и так далее, да. С музыкой отдельная история, я скорее музицирую, нежели становлюсь в этом профессионалом, мне нравится, я это делаю исключительно для души. Кстати, колимбы играют, если кому-то интересно, на колимбе очень часто играют в клиниках, где люди поступают с некими нервозами, неврозами, нервозами, неврозами, да, и душевными расстройствами. Кому интересно, тот поймет. То же самое, как варган является одним из двух инструментов, как и бубен, да, который, ну, кто-то называет расщепление сознания, кто-то говорит сдвиг сознания и так далее. То есть, ну, кому интересно, тот почитает, но все мои хобби являются частью моей жизни, которая позволяет мне получать удовольствие от этой жизни. И это очень-очень-очень важный момент. Все хобби мои, они реальны, их можно потрогать, это такой все-таки по большей части либо совсем-совсем материальный мир, либо я люблю слушать хорошую музыку. Да, я фанат качественного звука, у меня нет хай-энд-системы, у меня так, ну, хорошие наушники не суть, это тоже не столь важно. Идеальных условий для прослушивания музыки у меня просто нет, потому что, когда у тебя двое детей и так далее, ты просто, ну, ты примеряешься с тем, чтобы звук был хороший, качественный, не аудиофильный или аудиофильский, я не знаю, как более правильно будет. Но здесь очень-очень-очень такой важный момент, хобби ни в коем случае не должно быть, как мне кажется, побегом от реальной жизни. На сегодняшний момент огромное количество людей, хобби у них это какие-то виртуальные вещи и компьютерные игры и так далее. Для меня это неприемлемо, то есть это никаким образом не помогает мне расти в жизни, мне лично. То есть я не представляю, каким образом, если я буду там стрелялки, гонялки или еще что-то, что мне это даст вообще в жизни. Ну, собранный ты, нет, но реальный мир это другой, вы понимаете, да? В том мире ты там кувырнулся и ничего не случилось, здесь ты вон просто на льду подскользнешься, блин, уже больно. Поэтому в данном конкретном случае я могу сказать, что все мои хобби, они реальны, абсолютно естественны. И для меня это отдельная такая душа. Но я могу говорить об этом часами. На самом деле у меня расписан был влог о хобби, я хотел его снять, но он был бы очень большим. Хотя, я думаю, что очень интересным. Двигаемся дальше. Значит, первая моя особенность. Я человек достаточно дотошный в своих хобби и докапываюсь до какой-то некой не то чтобы истины. Но это позволяет мне очень сильно фокусироваться. Например, это мне позволяет комплексно относиться к своей жизни, где-то к бизнесу, где-то к каким-то своим подходам. Я объясню на простом банальном примере. Итак, у меня есть хобби. Например, это ножи. Но у меня нет полочных ножей. То есть, у меня нет таких коллекций. Нет таких коллекций. Я всем пользуюсь. То есть, такое оно более реальное. Я иду против каких-то правил. Об этом тоже расскажу подробнее. И так. Ножи. Ну, как бы, ножи должны быть всегда быть острыми. То есть, я изучил, какие есть стали, да, помимо там форм, каких-то форм-факторов и тому подобного, да, какие стали, как это все затачивается, чем это все затачивается. И, соответственно, изучил все эти моменты с различного рода сланцами, то есть, пастами, на чем кто что точит. Там алмазы, эльборы, натуральники, там водные камни и т.д. и т.п. Не суть. Это не так важно. Это для профессионалов. Но ножи для меня еще, помимо всего прочего, это некая история про медитацию. Если вы, ну, кому-то может быть интересно, например, самурайские, либо мечи самурая, либо самурайские мечи, да, когда готовили, готовили несколько семей, да, одни люди, соответственно, добывали всю сталь, ковали ее, там, отдавали кузнецу, он из нее уже, соответственно, выковывал непосредственно сам меч, выковывал, неважно. Ну, и два других мастера занимались заточкой и полировкой, ну, доведением ножа, меча. И, собственно, медитация невероятная, когда ты точишь нож, именно, может быть, старинными технологиями. То есть, да, на конкретном случае я могу наточить нож значительно быстрее. У меня есть инструменты, у меня есть оборудование, у меня есть масса вещей, которым я могу очень быстро это сделать. Но, как бы, для меня это моя маленькая такая религия, что называется, маленькая история, в которую я хожу исключительно для того, чтобы нормализовать себя самого. Да, у меня есть там точилки типа хэпстоунов, да, эльборы, которыми очень быстро можно наточить любой нож, привести его в порядок и дальше там подвести немножечко на пасти, на кожу, не суть. Это кайф. Но я отношусь к этому комплексно, как вы понимаете. То есть, не только нож, да, но и каким образом его обслуживать и вся вот вытекающая со всем этим история. Поэтому мне пришлось изучить не только красоту ножа как таковую, но и, соответственно, масса вещей. Но при этом, при всем, я не иду на поводу у всей системы. То есть, я не следую моде. Если этот нож мне не нравится, будь он тысячу раз модный, будь он тысячу раз крутой, я его не куплю. Я иду поперек, что называется, систем. Я должен понимать и разбираться. Это должна вещь быть абсолютно для меня. Почему? Потому что в данном конкретном случае я не использую эту вещь как инвестицию. Вот есть люди, которые коллекционируют, одновременно инвестируют. Это есть такой подход. Но это в меньшей степени страсть или же в большей степени страсть к деньгам, нежели к инвестиции. То есть, он кайфует от чего-то другого. Для него коллекция, собирание коллекции не является вот страстью. Для него страсть заработать денег, либо страсть найти что-то, что в итоге, в общем, принесет ему выгоду. Вот эта страсть. И это его становится коллекцией, а не то, что он коллекционирует. Это очень важно. Для меня, во всяком случае, это очень важно. Поэтому я люблю разбираться, люблю докапываться до каких-то истин. Для меня это такая брейнастика, гимнастика для мозга. Понять, изучить что-то новое. Это почему, например, есть определенные правила игры. Почему каким-то правилам следует следовать, а каким-то нет. Почему, например, если я и нарушаю правила, но я должен их знать. Если вас никто никогда не научит, что называется, писать или правильно держать ручку и карандаш, то, скорее всего, не сильно большая будет вероятность, что вы сможете это делать потом там красиво. Вам придется все равно осваивать некие азы. Ну, это такая истина, да, предельно понятно. Так что хобби для меня еще является инструментом изучения чего-то нового. И это переходит в мою жизнь. Как это переходит в мою жизнь? Потому что есть вещи, к которым я отношусь, как, например, каким-то вот тоже к своим хобби, коллекциям и так далее. То есть есть вещи, когда я следую определенным делам. Я представляю себе, например, я собирал коллекцию трубок. Я представлял себе, как трубка должна выглядеть в моей руке. Как она эстетически красиво будет выглядеть, вот, например, вечером или при свете солнца отчасти. Ну, это и есть коллекция. То есть для меня это такой эстетический формат коллекции, помимо, естественно, правильной прокуривания трубки, ну и так далее. Это тоже... Об этом можно... Я могу говорить об этом бесконечно долго, и так видео у меня, в общем, не самые короткие, и это, может быть, уже не так интересно всем. Но вот эта эстетическая вещь, когда ты забиваешь трубку, да, вот посидеть, попыхтеть, что называется, да, после этого ее там подождать, чтобы она отдохнула, почистить ее, привести ее опять в порядок, через какой-то период времени почистить вот этот вот бриар, да, ну или там, неважно, морта, там, из какого дерева она сделана, в зависимости от трубок и мастера. Это отдельное эстетство, то есть есть инструменты, которыми я ухаживаю за трубками, потому что это часть меня, это продолжение меня. То есть у меня куплены специальные там пауч, кисет, не знаю, как это правильно назвать пауч, ну сумка, давайте назовем ее. То есть я ее долго подбирал, там, под цвет кожи, замши внутренний, да, чтобы у меня лежало две трубки, потому что одну трубку в идеале курить не больше, чем один раз в 12 часов, ну и так далее. Не суть, не о трубках. То есть это такое эстетство, и оно помогает мне точно так же и в жизни. Если я чем-то занимаюсь, например, вот я занимаюсь съемками видео, да, я перепробовал кучу форматов, вы этого не видите на самом деле, да, я перепробовал кучу микрофонов, просто невероятное количество, 6 или 8 штук, то есть у меня просто они куплены и лежат. Пока не остановился на том, что меня устраивает, да, оно идеальное. Иногда это переходит определенное, скажем, я снимаю на камеру кропа, а не на фулл фрейм, она мне не нужна. Вот именно с точки зрения моего эстетства, мне это нравится больше. Она подходит как бы, она вот устраивает меня, хотя я иду немножечко, что называется, против системы, да, вроде как есть мода, есть вот нужно. Но когда ты следуешь вот этому нужно и важно, тобой очень легко управляют, как угодно, всем все понятно, как ты дальше будешь действовать, что ты будешь делать и как ты будешь жить. И нам это близко, с самого детства, школа, детский сад, как я и рассказывал, естественно, институт, работа. Когда мы следуем определенным правилам, нам кажется, что все нормально, все спокойно, все стабильно, надо вот так идти. Не в моем случае. Что-то, естественно, у меня не сильно заходит, например, мототема, мне очень нравилось, я учился ездить на мотоцикле, я катался, у меня было, значит, у меня был чоппер тюнингованная Ямаха, весь такой прям на красоте, если искать фотографии, если найду, вставлю. После этого у меня появился еще и скутер, кстати, единственная вещь, которую я жалею, что продал, такой Бургман 650, потрясающий, для города это идеальный вариант, итальянцы не идиоты, понимая, что мотоцикл мотоциклом, но вот поверьте, скутер в городе это то, что нужно. Ну, опять же, как вы заметили уже, я не ортодоксальный имбецил, который будет орать там, да нет, ты что, там только мотоцикл, только хардкор, давай в дождь, нет, вообще не моя история. Я как бы, вот я в своей жизни, что называется, я люблю то, что мне нравится, и доказывать что-то кому-то там не хочу. Для меня это идеальный формат, и когда у тебя подсидельное пространство большое, и кофр, ты можешь куда-то заехать, у тебя не заморачиваешься голову по поводу приключения, дурит для города более чем достаточно, у тебя все, что можно, электрическое, даже складывание зеркал, что очень удобно, когда ты едешь в Мертуриаде, электрический подъем ветрового стекла, что тоже очень удобно, когда тебе нужно, если там идешь по трассе, ветровичок можно приподнять, чтобы в лицо сильно не дул, или наоборот, когда там жарко, опустить его, чтобы лучше охлаждалось тело, не суть. Это же все нюансы, правильно? Но они для меня важны. Как говорят, либо бог прячется в деталях, либо там дьявол кроется в деталях, не помню, в мелочах, но не важно. Но мотоциклы, к сожалению, немножечко не зашли. Потом у меня была Honda Goldwing, это вот большие мотоциклы, которые с музыкой, бум-бум-бум, я покупал новым, классный, все замечательно, но как бы не очень мне было понятно, например, в сильный дождь я просто не поеду, потому что у меня может быть встреча, как поросенок буду, но не буду я так, как поросенок, у меня есть уважение к самому себе, как бы не очень сильно хочу, да, вот реально быть грязным, вымоченным и так далее. То есть такие есть нюансы, которые, да, опасность, например, ну, нас безумные водители, кто бы что ни говорил, даже в Москве, то есть в меня несколько раз просто перестраивали целенаправленно и ржали. То есть человек тебя реально сбивает и ржет, но это могут понять только мотоциклисты, для остальных, для всех, ну, как бы для, вот, называют хрустиками. Ну, такое ощущение, что вот мотоциклист ломается легче, чем вот обычный человек при тех же самых равных условиях, ну, как бы окей. Но когда ты папа, становится очень много вещей, когда тебя мотоцикл просто не устраивает, это становится немножечко неудобным, в моем случае, я не говорю за других. То есть поездки в магазин, какие-то памперсы в свое время, ну, просто хороший, большой, красивый мотоцикл, долго стоял, я решил, что от каких-то вещей нужно все-таки в своей жизни избавляться, да, и мне больше хотелось им обладать, чтобы все, наверное, приходили, смотрели, получали от этого удовольствие. Я сам вот мог сесть, там, позаводить, немножко здесь покататься, покружить. Ну, для этих целей, наверное, стоило бы купить какой-то вот там собранный для себя под заказ мотоцикл и кайфовать. Ну, как бы, может быть, со временем это и произойдет. Поэтому, опять же, те же самые хобби иногда позволяют мне все-таки преодолевать свои собственные безумные страсти, которыми я загораюсь, да, и отказываться от них, что в жизни на самом деле очень важно. Иногда важно отказаться от своей собственной страсти и глупости и преодолеть самого себя. Но для этого нужно немножечко переждать, переждать, пока вот эта спесь безумная, она пройдет. Вот почему я иногда не консультирую и не общаюсь с людьми по каким-то вопросам, когда я вижу, что у человека еще пелена в глазах. Это просто бесполезно, это глупо, я не хочу тратить свое время на это. Но как бы надо подождать. Когда человек вот уже поймет, что же на самом деле там реально истина, да, когда у него слух откроется, вот, и система шумоподавления сама по себе затихнет, тогда уже можно с человеком общаться. Ровно точно так же, как общаться с пьяным. Это бесполезно. То есть, это глупость на утро, там, не будет помнить и половину, тем более, что именно в этот момент там количество гормонов, которые закроют ему глаза, оно настолько большое, объемное, или же молодому закрывает тестостерон, что тема истории. Такая тема отдельная, вернее. Но, как я и сказал, очень сильно мне помогли, в том числе, мои хобби, да, научиться преодолевать самого себя. По сути своей, мои хобби я стараюсь делать таким образом, чтобы они должны приносить всегда победы мне. Всегда. Материальные, духовные не имеют значения. Они должны делать меня лучше. Ну, то есть, например, заточить нож – это время. Ты должен качественно это сделать. Ты должен быть довольным результатом. И это то, что дает тебе те самые победы и моральное удовлетворение вне зависимости от внешних условий. Скандал на работе, какие-то вопросы, проблемы, еще что-то. Вот именно ты должен погружаться, у тебя должна быть атмосфера, которая дает тебе со стопроцентной гарантией плюсы. Это не то, чтобы как бы… Ну, это must-have, это должно быть, это очень важно. И других вариантов нет. То есть, я считаю, что вообще говорите о том, что есть хобби, которое просто хобби ради хобби. Ну, наверное, наверное. Но вот не для меня. То есть, я сейчас говорю, естественно, о своей собственной жизни. Поэтому, если там нет каких-то побед, может быть, даже для души, да, морально-эстетических каких-то, то я этим заниматься не буду. То есть, для меня хобби – это тот самый, тот самый дневник победителя, где я точно получу результаты и где я точно буду кайфовать. Но иногда, чтобы получить результаты в хобби, нужно и постараться. Это фокусирует меня в жизни. Например, нож наточить – это тоже, на самом деле, не такая простая штука. Особенно, если он сделан из какой-нибудь крутой стали, требуется время. Или же, например, наточить нож для кухни. Наточить-то его легко, но как сделать, чтобы он долго сохранял свою остроту? Идеальная заточка здесь, на самом деле, не самый лучший партнер, потому что, как правило, такой нож сталкивается, может, и с керамической тарелкой или еще что-то. Да, здесь там приходит нам на помощь линза, ну и так далее. Здесь не суть. То есть, вот это все изучение и преодолевание самого себя, изучение постоянно чего-то нового, новых каких-то возможностей и вариантов, оно точно так же заставляет меня в жизни, когда я сталкиваюсь с каким-то тупиком, преодолевать его, да, и двигаться туда, куда я хочу, и получать те результаты, которые мне сегодня нужны или важны. А не замыкаться вот на том, что ты уперся и все. Постоянно искать, искать и развиваться, изучать что-то новое. Таким образом, ты не то, чтобы ты сильно как-то развиваешь свой кругозор. Самое важное в этом то, что ты учишься не замыкаться в себе, и ты понимаешь, что нужно что-то искать, помимо всего прочего, делать. Тогда ты получаешь те результаты, которые ты хочешь. Следующая часть, так как я в хобби свои погружаюсь очень сильно, это позволяет мне убирать весь шум, фон, который мне может помешать. Я прекращаю как-то реагировать на этот мир, на раздражители, я полностью погружен в тот объект моего интереса, который мне нужен и важен. Для меня это важно, для меня это нужно, для меня это интересно. Поэтому в данном конкретном случае, когда я занимаюсь каким-то хобби, я реально погружаюсь в это. Я трачу на это ему времени, и для меня часы могут пролететь совершенно незаметно. Я могу этим заниматься полночи. Например, сейчас я вернулся через 20 с лишним лет, я закончил институт и больше не брал в руки ни карандаш, ни ручку, никогда ничего не рисовал. Сейчас мне интересен скетчинг, я начал его изучать. Начал изучать работу каких-то великих людей, тренируюсь по работам Эдуарда Кичигина и по его видеоканалу. И это круто, мне это нравится. И в этот момент я перестаю всех слушать, я готов на это тратить время, я готов впахивать, понимая, что сегодня мои результаты отвратительные могут быть или совершенно безобразные, но то, что я делаю, принесет мне рано или поздно те плоды, которые я хочу. И здесь важно понимать изначально, какие плоды это должно принести. То есть не заниматься самообманом, как в случае с мотоциклом. То есть я четко понимаю, если это ножи, то они должны быть рабочими, они должны быть как-то для меня рабочим инструментом. Они должны быть острые, они должны быть ухоженными, они должны делать то, что они должны правильно. Если это варган, то я должен научиться им играть. А варгану тоже научиться играть очень сложно, ну как не очень сложно, но достаточно требуется время, потому что нужно раскачать свою дыхалку, он играет за счет, на самом деле, вашего дыхания и за счет резонации костей черепа. Это тоже отдельная история. И о каждом своем хобби я могу рассказать такие вещи. И, например, в 40 лет освоить тот же самый лонгборд, скейтборд – это отдельная история. Если бы ребенком, я бы, наверное, это и не думал, то сейчас этот весь баланс, это все просчитывание и, наоборот, отпускание всего этого просчитывания, потому что иначе страх тобой обладевает, и ты ровно в этот момент хлопаешься. Вот это отдельная история. Поэтому хобби для меня – это большие такие преодоления. И такое, ну они делают меня лучше, они делают меня собраннее, они помогают мне в жизни добиваться результатов. То есть я знаю, что если я что-то сегодня сделаю плохо, и если я не буду над этим работать, это так и останется плохо. Если я буду над этим работать долго, упорно, ежедневно, то это принесет свои плоды. Во всех остальных случаях это бла-бла-бла и ничего больше. Ну, жизнь это только подтверждает, но каждый решает сам. Ну, как я сказал, что все мои хобби – это они материальные. Никакого виртуального хобби у меня нет. То есть это все основано на реальных там людях, реальных вещах, реальных моментах, не фантазийных. Почему? Ну, потому что для меня хобби, во-первых, без результата, как я и сказал, этого быть не может. Я этим не занимаюсь, это мне неинтересно, потому что хобби должно делать, ну или как минимум хотя бы приносить удовольствие, такое настоящее истинное, внутреннее. Для меня лично, я еще раз говорю, поймите правильно, я рассказываю исключительно о себе. И кому, какое, как и что – это классно, интересно. Сейчас видео только, непосредственно, о тех вещах, которые делают меня сильнее или, соответственно, позволяют мне добиваться большего. Я не привязываюсь к стоимости. То есть для меня, и в свое время я очень много тоже об этом говорил, для меня есть абсолютно две разные вещи – цена и ценности. Эти два понятия я не путаю. Какие-то вещи есть абсолютно дешевые, но они для меня бесценны. Они дарят мне море удовольствия и море кайфа. Для понимания тот же самый Эдуард Кичигин, который рисует, и его любимая вещь, которую он рисует – это перо, перо-звездочка номер один, с которой стоит совершенно смешанных денег, порядка 100 рублей. Но при этом при всем, с точки зрения инструмента, для него это бесценный вот тот артефакт, которым он пользуется и которым он создает шедевры, которые, в свою очередь, уже начинают иметь определенную цену. И вы знаете, я вижу, что мы становимся реально тупее. Я просто покажу сейчас вам работу одного автора, одного архитектора. Вот посмотрите на них, сколько человек вложил в них труда и делал он это. Кажется, 1700-е года. Вот, 700-е. 700-е года. Вот сколько человек это делал. Как это делал? Да, современный просто этого делать не будет, не заморачивается. Он более примитивный совершенно. Увидеть все это, просчитать все это. Нет ни компьютеров, это нельзя сфотографировать. Здесь нужна феноменальная память. Не суть. Вот, и то же самое. Он как бы, и для меня мои хобби, они, хотя раньше я очень много через свои хобби всем чего-то там пытался доказать, а потом в какой-то момент просто нашел гармонию, когда я стал получать удовольствие от того, что я делаю, никому ничего не доказывая. Нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Да, я не лезу туда просто. Поэтому всегда найдется пионер, у которого рюкзак дегтя, да, и вот он засыпает всех какашками, и все твои хобби, и зачем, и чего, и почему нет. Хобби – это исключительно для тебя. Это твое собственное, какой-то твой собственный реальный мир, в который ты просто уходишь на определенный период времени получить реально конкретные живые результаты. Это классно, это круто. И, конечно же, когда еще и хобби приносят тебе в жизни результаты, а я знаю, что есть несколько людей, ну, как бы, есть какое-то количество людей из моих, я имею в виду, знакомых, которым хобби приносят еще и деньги, да, это вообще замечательно. Это действительно удовольствие, счастье, которое дано далеко не каждому, потому что, следуя по определенным правилам, вы не будете получать удовольствие, вы не будете от этого кайфовать, ибо правило не всегда или как правило не создано для того, чтобы вы получали удовольствие. Правило создано, чтобы вы следовали определенным правилам для того, чтобы ваши результаты не выбивались из общепринятых или общеположных результатов. Это тоже очень такой интересный момент, если интересно, расскажу, каким образом, в общем, все это управляется. Ну, в общем, по сути своей, как бы, о моих хобби, если это интересно, я могу, конечно, снять подробнейшие видео о своих коллекциях, но я не думаю, что это интересно всем, и не думаю, что это может быть как бы так сильно полезно. Ну, наверное, это будет как-то зажигательно с точки зрения моих там рассказов, как все это появилось. Но вот у каждого, мне кажется, вот должно быть какое-то хобби, должна вот душа где-то получать удовольствие искренне. Почему? Вы следуете правилам. Нас правила очень предельно понятны. Ты должен делать вовремя свою работу, качественно для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы за эти деньги ты смог жить, оплатить квартиру, коммунальные какие-то услуги, еду. И заметьте, все очень бытово и очень примитивно. Здесь нет места вашей красоте, вашему душевному спокойствию, всем на это плевать. Ты выполнил работу, вот на тебе денег. Хочется тебе что-то больше, нет денег, иди бери кредит. И выполняй, живи по этим правилам. Вот хобби для меня, это как раз я выпрыгиваю из этих правил. Более того, все мои хобби – это очень эстетская штука. Я очень люблю металл, я очень люблю дерево, камни, то есть натуральные вещи абсолютно. Мне нравится. Кто-то сейчас скажет, ну, конечно, тактильный эффект, да тут все вместе. Ну, и инструменты мне нравятся музыкальные. То есть я одновременно получаю удовольствие от того, что я трогаю, от того, что я слушаю, от того, что я работаю с этим. Мне все нравится. Вот в чем дело. Я раскачал свои мозги до того состояния, когда я чувствую и получаю удовольствие от того, что я делаю. Телефонный звонок был прервали. Я очень аналоговый. И мне нравятся. Вот трубки – это красота линии. То есть как это все эстетически должно быть. Если жизнь, она такая убогая, тупая, поверьте, за вас уже все написано, она будет убогой, тупой? Хотите вы это или нет? Вам ее сделают такой. Вы будете неизбежно следовать этому. Хотите вы или нет? И для того, чтобы вырваться из этого, для того, чтобы душа наполнилась каким-то смыслом, удовольствием и пользой, вы должны все это создать сами. Как говорил Виктор Франкл, создайте свой смысл в своей жизни сами. Нет его. Другого нет смысла. Потому что все расписано таким образом, чтобы вы никогда не нашли его. А в поисках следовали тем законам, которые и вам сейчас навязывают. И пока мы идем по этой цепочке, мы никуда не вырвемся, не будем получать удовольствие от жизни. Это может быть что угодно. Вот поверьте мне, у меня мои друзья есть знакомые, которые получают удовольствие от вещей, от которых, наверное, нормальный человек, ну, не понимает этого. То есть могут быть там автомобильный спорт, лыжи, сноуборд, что-то. Ну, что-то, что приносит вам удовольствие, что-то, что позволяет вам, вот как бы, что называется, немножечко развеяться. Да, мне нравится, что у меня есть в моих хобби еще появились те вещи, в которых мне очень сложно думать. Это очень круто. Например, там, та же самая скандинавская ходьба, и она крутая. Ну, не суть. Ты идешь, и ты вырабатываешь этот ритм, и просто в твоей голове какая-то просто происходит музыка, перестройка, и ты получаешь удовольствие. Кто-то занимается спортом, кто-то занимается там активно каким-то фитнесом. Классно. Это действительно хорошо, здорово. Как вы понимаете, у меня больше хобби, они все-таки для истории про душу, история про какой-то внутренний кайф. Чего я вам искренне желаю? Найти внутреннее удовольствие, получить кайфушечки, да, и научиться через свои хобби управлять собой. Почему? Потому что через удовольствие управлять собой значительно проще, нежели через следование каким-то правилам, отягощением, навязыванием. Нет, вы просто делаете это для себя, не для кого-то, не для доказывания чего-то, да. Вот как говорят, что в рисунке ты научишься получать удовольствие, когда ты просто перестанешь зависеть от кого-то, от каких-то внешних факторов, просто начнешь рисовать это, да, и делать это каждый день. Появится у тебя твой собственный штрих, твоя собственная линия, твоя собственная индивидуальность. В Инстаграме я об этом говорю сейчас много. Сделаю прямой эфир. Надеюсь, что он будет интересен. Опять же, интересно, присоединяйтесь. И да, я не так часто прошу, но если не сложно, поставьте лайк. Как-то YouTube в последнее время меня не сильно любит. Двигаться нужно дальше, да. За Сим откланиваюсь. И всем желаю искренне получать удовольствие от этой жизни, потому что если вы в этой жизни будете получать удовольствие сами, это зависит только от вас. Никто вас этому не научит. Все удовольствия, которыми вас научат, это употребление различного рода препаратов, глупости, да, и безделия. И это факт уже подтвержденный. Если мы думаем, что мы становимся умнее, умнее мы точно не становимся. Как я говорил, посмотрите на работу великих там мастеров прошлого и поймете, что ничего подобного мы на сегодняшний день создать не можем. Мы создаем какие-то другие вещи, да, которые за нас создают, в общем, шедевры, да, если так можно сказать. Научитесь создавать свои собственные шедевры, и тогда вы научитесь создавать свою собственную жизнь, и она будет шедеврально для вас, похожа на вас, и научитесь этим пользоваться, как инструментом. За всем откланиваю и все. Пока, до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok